Привет, я Маша, я Ира, и это канал Сток Волл, и мы сегодня в Коломне, и мы идём на ферму завадских трогать козочек ангорских и выясним всё подноготную, спросим, вы нам задавали вопросы, что вы хотите узнать об этой ферме, что вы хотите узнать о козах, мы это всё, всё, всё выспросим и погуляем с теми самыми козами, пощупаем их, но мы будем щупать не только коз, мы будем щупать ещё волокно российского махерового, российское махеровое волокно, а ещё, ну мы же в Коломне, как бы странно было бы приехать из Коломны без подарочков Маши, это не тебе, коломенская пастила, вот такая красивая, нарядная, и, наверное, пожалуй, мы её как-нибудь придумаем разыграть, Да, а знаете, кто её получит? Кто будет участвовать в нашей викторине? По следам, по следам нашей встречи, да, с Анастасией, мы будем задавать ВКонтакте, да, мы же выясним много всего интересного, и давай ВКонтакте устроим, правда, вопрос, викторину, викторину, да, для тех, кто как раз такие, в общем, все те, кто внимательно будет смотреть это видео, чтобы идти и будут претендовать на вот эту коробочку красивую, смотрите внимательно, коробочка очень красивая, я люблю пастилу, а мы отправляемся к Анасте, ай да с нами! Анастасия Завадская Расскажите немножечко о себе Ох, отсюда не видать, с чего начать, скажите Ну, год рождения паспортный, да, мне не надо А это я как раз смогу Небелее в следующем году, вот так, интригом Интригом? Значит, через год приедем Значит, коротко, почему ферма, почему гончарная мастерская? Гончарная мастерская мы занимаемся, кстати, годиках лет 30, примерно гончарным делом, козами 10, значит, будем разуметь, что одно профессия, другое как бы хобби Что хобби? Хобби, ну, явно не то, чем 30 То есть козы То есть козы, пока это больше хобби, которое мы очень надеемся начнет кормить даже нашу глину в какой-то момент А почему именно ангарская? Ну, что мы художники, мы так видим, это проблема всех художников, они хотят красивое, уникальное, фееричное и приятное для чего-нибудь Вот у меня кожа бодная, например, была всегда, и у меня не ротерми, и все в таком роде, мне хотелось такое, чтобы у меня было хорошо к телу А еще, чтобы гладить, и был кайф, вот ради этого, вот этого состояния, вот так погладить и умиротвориться, вот готовы То есть это ни разу не бизнес какая-то модель, это просто захотелось коз Ну, я же говорю, это же художники, они больные люди в этом смысле, ничего с этим не поделаешь, им захотелось красивых животных, да Вот они сели на землю, чтобы была на земле своя мастерская, мы же, собственно, принимали на своей усадьбочке И планируем возобновить это дело, как только у нас появится возможность, которую мы сейчас и прорабатываем Вот так скажем, принимать людей на своей земле, опять же, гончаркой козы, рисовать, арт-терапия, образовательные программы Вот это все у нас есть в загашнике, то, к чему мы стремимся сейчас Классные у вас мечты, проекты Опять-таки, возвращаемся к козам Да, к баранам и козам Вот бывают же самые разные козы Бывают оренбургские, такие чисто русские, про которых наши патриоты говорят, почему же их не возрождают Бывают кашемировые, мягонькие козочки Бывают эти модные африканские глиноучки Нубийские, 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 как у нас подозвали с некоторых коз Почему именно ангорская? По мягкости волокна или еще по каким-то характеристикам? Ну, изначально вообще ангор относится к полутонкому и ближе даже иногда к полугрубому типу в шерсти И то, что они у нас стали такие мягкие за 10 лет, это удача селекционеров и наше устремление Потому что мне важно было приятного кожи Естественно, отбор селекционный шел по этому признаку, тонкоромности Так это получается наша русская селекция специальная? Это вообще мощно очень Спасибо, так получилось Но у меня в семье биологи И поэтому, если копать глубоко, то действительно для меня было важно Я вычитывала всю научную литературу, которую я только могла подчеркнуть Переводила, ну, в гугл переводчиках Выпросила других переводчиков, более настоящих По-моему, они пользуются тем же гуглом, у них не важно Вот, я читала именно научные статьи Как селекционировать ангор Какие требования, что получится, от какого скрещивания, в каком поколении и почему И вот это вот все я перелопачивала через себя В какой-то момент я ввела очень массированный аккаунт в одноклассниках Потом Агро 21 век статьи писала Для того, чтобы люди осознали и поняли, что, во-первых, важно сберечь Во-вторых, как можно приумножить, имея даже то, что у нас есть, не имея возможности выдернуть из-за рубежа Сейчас это стало вообще невозможно практически Но и тогда, когда мы начинали, это 10 лет тому назад, это была большая проблема И я как только ни пыталась, упиралась во всевозможные невозможности Вот невозможности, запрет, например, на ввоз из этой страны всего сельскохозяйства От животных до шерсти Вот раз, и все, ты ничего не можешь И в тот момент мне казалось, что мы просто не сможем вывести нормально свои задачи по селекции на нужный уровень Не имея материала из прилития крови оттуда, из-за бугра, что называется В тот момент мне так казалось Но развиваясь с тем, что есть, иногда приходится работать не с тем, с чем хочется, а с тем, что есть Вот на этой базе, понимая, какие биологически передо мной стоят пороги И какие есть возможности, благодаря матушке природе То есть мы подразумеваем эффект гетерозиса, и бритинг тот же, и поглотительное скрещивание Вот это вот все, разумея об этом и сталкиваясь вживую с этими вопросами В какой-то момент мы поняли, что мы преодолели вот этот порог невозможности чего-то делать Психологически скорее он был Благодаря тому, что природа мать, она мудрее нас Она дает нам иногда ключи, надо просто взять эти двери, в которых их можно открыть Ну то есть, ну вот так То есть получается, что у вас ангорские козы Вот у нас очень много было вопросов, как это ангорские козы живут в России Получается, что у вас русские ангорские козы Уже всем организмам приспособлены для жизни Это правда, потому что 10 лет прошло, и мы уже можем утверждать, что это правда Получается, что вы сейчас занимаетесь ангорой русской По сути, да, в этом смысле ремарочка историческая Вообще, вот что касается ангорских коз, когда говорят о чистоте породы Нужно понимать, что это не видовое животное, а породное А породное – это всегда вмешательство человека И когда оно идет в плюс, вы получаете хорошие породные признаки То есть, исходя из этого, мы понимаем, что чистокровного животного в том смысле, как мы в природном это понимаем Такого быть просто не может априори Что происходило с ангорами вообще по всей истории Что касается ангор, мы знаем о них шумеров То есть еще на шумерских табличках История человечества начинается с шумера И уже там есть ангорские козы На табличках, вот с такими вот кучеряшечками И вот с такой длиной руна А золотое руно – это все-таки овечья? Возможно, да, но тем не менее, я думаю, что древние понимали, что оно все залопло Это было платье, но я делал где-то И всегда люди выбирали тех животных, которым больше нравились и начинали с ними работать дальше Но в биологии и люди, которые работают с этим вживую, есть такое понятие, как поглотительное скрещивание, например Когда какой-то породный признак является доминантным и вылезает через все И тогда, закрепляя его, вы можете вводить в породу не породное животное А на третьем-пятом поколении получать то, что вам надо, да еще с улучшенным признаками Вот тут просто надо понимать, что ты делаешь и зачем ты это делаешь Это не должно быть И в этом смысле, в этом смысле, что важно, что происходило в мире Американцы контрабандой завозили своих коз, лучшие завозы делали Это отдельная детективная история, отдельно расскажу, как попросите Это просто, это кино надо снимать, как они завозили себе коз С дипломатическим жезлом побрели этих коз, в черную краску измазали и выкрали Вот, ну, круто Но что сделали англичане? Вот те вообще молодцы Вот вы говорили только что о бислоусах, они нубийские, они африканки Но породу мы знаем англо-нубийскую, и это уже порода А нубийских коз мы практически не знаем, а англо-нубийских знают все Это знак качества, это дорогое животное Что касается ангорских коз, они завезли то, что есть, переженили на то, что было Закрепили какие-то пресники, вот, кстати, у них очень сильная нубийская кровь В английских ангорских козах, это видно по спине, по ушам, по общему костяку И назвали, в какой-то момент ввели их в свой реестр, и назвали их англо-ангорскими Учитесь, люди, вот как надо обращаться с такими вопросами А теперь тогда встречный вопрос А вы зарегистрировали порог? Мы не можем В нашем царстве-государстве правила написаны таким образом, что для нас это становится практически недостижимой высотой Количество популяции Количество Две тысячи с гаком животных, с которых тысячи должны быть матки экстракласса В молочном сорок животных молочных Короче, когда во всей России будут только русские ангорские козы Да, и причем они должны быть в одном хозяйстве аккумулированы Или они должны быть зарегистрированы каким-то единым образом Тогда это будет прям продуктор, и надо еще подтверждаться каждые сколько-то лет Я ездила, я занималась этими вопросами, будучи наивным, вот таким восторженным существом Я поехала в институты, я разговаривала с научниками И они мне открыли глаза на то, что такое заниматься породой Все, что мы можем, это, например, создать ассоциацию И собирать вот эти все материалы, и потом с ними работать, и курировать их Например, будучи ассоциацией по ангорам Это сложно, дорого, для этого нужны вливания Мы поняли, что этим путем мы не пойдем, мы не можем Мы просто не потянем У нас нет таких, там, кого-то там, кто вот скажет Давайте, ребята, вот вам Куратором Вот вам, Надь, езжайте по экспедициям, добывайте и разводите, и зовитесь как хотите Поэтому мы пошли простым путем Сами, 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 но что мы хотим сделать? Мы хотим открыть некоммерческую организацию И, например, этих же американцев Объединять таких же, как мы, маленьких Чтобы друг о друге знали Чтобы могли жениться козами Меняться материалом Не только генетическим, но и просто Руном, ниточкой Кто-то умеет прячь, кто-то не любит Кто-то любит чесать, кто-то не хочет Вот если всех этих людей системно перезнакомить между собой Дальше они сами, как синапсы, да, в мозге Сами прорастут, потом, сами То есть их не надо искусственно сводить Они просто должны иметь такую уникальную возможность Более того, у тех же американцев, например, есть такое понятие Как ветеринарное обслуживание за членство То есть вот там какой-то минимальный членский взнос И ты можешь в любой момент позвонить ветеринару Который уже работает Да, 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 да И может приехать даже Даст консультацию, приедет, если нужно Вот теперь мы стремимся к такой версии реальности Вот так вот мы думаем У меня каверзные вопросы Обожаю Что со всей этой красотой делать Ну, во-первых, кайфовать Кайфовать Это да, это можно делать бесконечно И в этот момент, в какой-то момент притупляются все остальные задачи в голове Я думаю, ну ладно, все хорошо И перестает хотеться кушать в этот момент Даже да, и даже да То есть один секрет в похудении Эфект потрясающий Я всем рецептименную Ну, вы видите, во мне Явно, да? Я не стану Переедать Никаких лишних грамм Ну, а если серьезно Что-то с этим можно еще сделать? На самом деле Мы продаем детей Во-первых Во-первых, мы продаем детей Иногда Детьми Да, да Так, чтобы Но так, чтобы потом не ели моих внуков Вот этих вот внуков Чтобы потом не ели Мы выбираем Практически, можно сказать, по конкурсу выбираем Кому мы продадим, а кому нет Я, кстати, читала, да, ваше интервью Где вы говорили Мы не едим своих животных Да И точка Да, да, да Понятно, как они вкусные, точка Вот так Не едим своих животных Ну, вы должны понимать, что Во-первых Это городской житель Который всегда любил животных Для него это дико Сожрать своего питомца Ну, свою собаку не собираетесь есть в голодный год, да? Но вы же утешите себя иллюзией Что вы не сделаете этого И кошку мы не собираемся есть Ну, вот Ну, вот Козы у нас в том же абсолютно уровне Ну, вот в том же ряду И точка, да Если я этого ребенка вынашиваю около груди Ко мне подбегает вот последняя наша закрывашка У меня, надеюсь, точно закрывашка Веля Она подходит ко мне Мама говорит Я не уверена, что я хочу бегать уже Можно я на ручках покатаюсь? Я говорю, конечно, можно, детка Вот тебе березовую листью Жуй пока Как я его потом съем? Ну, просто объясните мне, как я могу ее съесть Я так понимаю, как я могу ее съесть И без детства отслеживайте, чтобы ваших деток Ваших внуков дальше Пусть вы продаете тем людям Потом мы общаемся с этими людьми Я не пытаюсь их как-то третировать своим вниманием Нет, это происходит чисто по доброй воле Спонтанно И я смиряюсь с тем, что ребенок уехал в другое хозяйство Да, и бывают и трагические случаи И разное Из жизни, но и из жизни Говорят, молоко без жертв не бывает Но поверьте, шерсть тоже без жертв не бывает Что касается реализации Американцы продают свою шерсть Порядка Это было года три назад Пять, может быть, уже Тогда При перерасчете С долларов Солнце на Мы конвертируем Конвертируем Получаем порядка девяти с половиной тысяч за килограмм А волокно? Шерсть Шерсть В форме как есть Люди Я дешевле продавать не буду Вот и все И все Это мой принцип Я в этом году продавала на прехофесте за десять тысяч Мне спрашивают, почему? Почему? Почему так дорого? Продавали по десять тысяч за килограмм Те, кто щупают наше волокно А потом щупают что-то другое У тех уже вопросов нет Почему? Мы же общупались-то, соблазнились-то, что аж приехали Да, да То есть И я Я честно перещупала много кого Не то, чтобы кого-то обидеть или унизить Но я же должна понимать разницу Ну это же логично Базар большой Базар большой уже Я ищу себе И я ищу себе потенциально на ком женить Моих деток То есть я ищу для себя крови Я ищу для себя понимание Что мы берем, кого мы не берем В какой-то момент Кому мне прийти Примкну Дайте сказать вашему дитя Давайте меняться Давайте любить Ну что-то в этом роде Поэтому я перещупала много чего А вот на волдмаркете я щупала шерсть Пряжу Давала свои клубочки Тоже Вот скажите, из чего? И никто не угадал, что это коза Потому что кидмахер итальянский Вообще не равно тому, что у нас Ну совсем не похоже Ну совсем Вот я привезла пакет шерсти Можем я вам покажу кидмахерчики наши Вот прямо вот одеток Вот вам как пример Это началось, как вы помните Вот это наша история с взрослым Женским девичьим То есть это козочки Вот так, да? Это такой вот тип махера Можете вот поперещупать Мальчики, я так прочитала Пожёще Да, мальчики пожёще Пожёще, но они дают побольше Они дают больше, да Ну знаете как Вот те же американцы Ещё в тех, тех, тех годах Когда они писали свою книгу Понимание, пособие Как надо разводить коз Они говорили, что Да, тяжёлые руны Больше дают доходы на рынке Но мы должны стремиться К тонкорумности Это наша приоритетная цель Понимаете? Жажда наживы И жажда получить приятное волокно Надо найти баланс Да, вот видите Вот это тоже взрослый Вот оно видно И оно И вот такого вот ощущения Я не поймала нигде Если вы где-нибудь Я не буду ревновать Честное слово Передайте тем людям Которых вы такое же нащупаете Мой большой пламенный привет И желание С ними пожениться Да Призыв дружить домами Да Да Так, а подождите Это руно? Это стриженное Или начёсанное? Мы не чешем вообще Мы либо сдёргиваем Либо стрижём Либо сходит руно А что значит сдёргиваем? Сдёргиваем А то сейчас испугаем народ А они подумают Что там бедные козы Подсхакивают от боли Вот именно наоборот Это самая безболезненная история Из всех Когда пух сходит И ты просто берёшь И вот так вот снимаешь Снимаем пух с Ланей Вот так было Вот так становится Ну сами понимаете Одной рукой это делать Не очень-то и удобно Но тем не менее получается Потому что процесс Такой Весна Ланечка Видно там? Ланя, Ланя Сейчас снимем Вот так вот Вот такой процесс Вот они Вот прям берёшь А меняют они раз в год Да Я поняла Ландерская коза То есть вы берёте И просто вот у них Снимаете такие пучки Шерсти А то есть я вот эту Зимнюю шерсть снимаю Да А ость Которая у них есть В нашем типе это так У нас Так как мы занимаемся Селекционной работой То и типы отличаются То есть мы честно Не говорим Что у нас 100% Ангорская коза Я не видела ни одной 100% Ангорской козы В России Но не видела Потому что у нас же Достаточно холодно Более того Даже вот Я наблюдаю За стадом В Турции Ангор Анкара Это же одно и то же слово Поэтому Слово образующее Слово образующее Нам надо Маша Поехать Да Я наблюдаю За этих Хорошим стадом Практически Единообразных животных И то я вижу разные животных Немножечко Разнявшихся местами То есть Очень хорошим типом И я понимаю Что это Прилитие другой крови Давало Вот эти вот Но Уже тогда Американцы писали Что Турки Намешивают уже С кем попало Только бы увеличить Количество выхода Махера Но он же выходит То есть Поглотительное скречивание Все равно работает Иначе бы они этого не делали Супричестокровную Ангорскую козу Найти сложно Она есть Она в каком-то количестве присутствует Как породное животное От определенного региона По мордам и лицам Что называется Можно отличить Новозеландскую От американской Американскую От английской Английскую От турецкой И вернусь И от русской Вот вам самый жесткий Вот это вот козы Вот это козы Он очень сильно отличается Маша Прям эти еще Он очень структурный Он дает приятную Тем не менее Нить Но это совсем уже Другая история Козочка Козлик Это козельчик Это мальчик Это мальчик Это мальчик Уже взросленький мальчик Но все равно Он гораздо нежнее Чем обычный Полугробутик А козлик Козленок Козляк Вот вам натяну Козляк Ну вот мы поедем Еще Сможем немножечко Пощупать детей Вот вам пощупать детей Слушайте А когда Первый раз Собирают Пух Вообще По правилам И я к ним К этим правилам Отношусь С пиететом Хотя я этого не делала Боясь Боясь чего-то Не зная чего-то В этом году Все-таки опять рискнула Была страшная жара И я думаю Решила, что это во благо Полгода Надо стричь Придонок Пять месяцев Стригу И Данго Полгода Стрижка Молотника Нашего Зимнего То есть Руну Примерно полгода Вот видите Вот такое Вот оно Руну У нас Вот Вот такие Прятки Отрежем Вот так Первый Первый раз Вот такое делаем С этой девочкой Вот такой Вот Ну и вот Как видите Несмотря на то Что это Не на машинке Отрезано Порядка Тринадцати Сантиметров Пух Детский Первый Кидмохер Так называемый Но мы понимаем Что те Дети Которые родились Сейчас Зайзимы Пух Достричны Ну не тот Климат А этих Я подстригу И у меня есть Шерф В каком-то количестве Который Даже Не продал Это моя премь Моя премь Ради чего Заводили Да Да Я по крайней мере Вот оно все пахнет Лавандой Козлем И лавандой Козлем Я нашла Альтернативу Антимоле 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 Не работает нормально Мне не понравилось Пахнет Отправительно А мой Говорит А ну Таблетка там А я тут Можно пока Поем Словами Почему-то Получше Ситуация Мне кажется Мне тоже Можно Такой пакетик Поем 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 Эти пакетики Я набираю Для призера Тур де Флиз Вот у меня Привезла И потом Я разберу Еще раз И отправлю Людям Подарочки Я призер Пообещала Именно Детский Махер Первого места А остальные Я Дед Мороз Да Кстати Да Бывает Такой Холодный Белый Дед Мороз Получается И вот Такой Взрослый Махер Чувствуется Да Вот это Козлик Вы его уже Чувствовали Это Козлик А вот Теперь будем Встречать Каких-нибудь Коз И общаться С ними Сознанием Тела Да 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 Вы Чувствовали Ну-ка Посмотрите Мне в лицо Пожалуйста Ага У вас Английский Типик Да 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 Ну Кстати Те же Астралии Говорят На моих Козах На морде Нет Волос Но я По крайней мере Понимаю Что они Видят Куда Иду Американские Козы Выщипелись В какой-то Момент У них Удачной Была Селекционная Какая-то История Которые Вот Тоже Опять же Немарочка Но Нет Этого Признака У Исконных Ангорских Коз Ни на Табличках Шумера Ни у Одного Турецкого Заводчика Я не Видела Полностью Опушенных Обшерстенных Ног Кудрявских Ног Как У моей Собаки У нас Командор Собака Очень Похожа Все В шерсти Морда В шерсти Ноги В шерсти Больше Шерсти Больше Шерсти Короткая На продажу Она Будет Нет Это Действительно Очень Красиво Это Очень Оригинально Это Замечательно Это Добавляет Плюсы К Настригу Но Нет Этого У Турецких Ангур То есть Сказать Что Тебе Больше Ангуры Чем Эти Было Было Смешно Что Американские Больше Ангуры Но Селекция Американцев Они Очень Гордились Селекцией Сравнился С турками Что Турки Идут В путях Своих Предков Турк Считает Что Что Было Достаточно Хорошо У отца Не Чем Ты Вообще Занимался Эти Плюсы Ну То есть Это Не так Судя Настя Вы Придете Это Кажется Я понимаю Что Это Кажется То 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 Кажется Где То Здесь Еще Какая То Вот Это Я Купила В подарок У Мастерицы Которая Со Мною Сотрудничает А Это Это Я Купила Себе В Надежде Что Я На Турецком Гритине Наконец Попробуй Как Как Только Положи Я Электрической Она Вон Селенькая Стоит Как Она Называется Я Не Любят Но Так Это Была Моя Первая На Которая Что Стало Получаться А Что Мне Еще Любить Она У Меня Работает Волокно Вы Продаете Волокно Сам Шеф А Среди Что Касается Приди У Я Сотрудничаю Я Сотрудничаю С прятками Потому Что Меня Не Хватает Я Могу Иногда Пряткам Показать Что Мне Нужно Спрятку Сочи Так Не Получается Человек Придет Прекрасно Тонкому Нет Это Тонкая Несть Люди Которые Привыкли Экономить На Махере И Привыкли Таким Ажурно Тонким Вещам Мне Надо Тип Лушки Я В суровой Реальности Существуют Пускай Я Такая Привиночка Но Где Я Буду С Козами Взаимодействовать Мне Было Тепло Чтобы Сюда Доехать Тоже Мне Нужна Нормальная Средняя Толщина Нить Люди Рука На Не Поставлена Они Сбиваются На Истонченную Тоненькую Красивую Ажур Мне Надо Толстенькую Мне Надо Хорошую Хорошую Я Показываю Как Надо Там Умирает Поселок И Работать На Некому У Человек Нет Энергии Тащить Куда Что-то Снимать Он Готов Продать Отдать Людям Добрый Мир Не На Металлолом Мне Кажется Прям Надо Ехать Это Дешевле Чем Квартира В Москве Надо Ехать Мне Мне Муж Недавно Смотрел Он Говорит Одиннадцатого Порядка Давайте Девчонки Напишите Кто Желает Может Мы Правда Какими-то Далями Какое-то Акционерное Общество Органируем Что У всех Есть Кусочек Свой Своей Фабрики Девочки Если Вдруг Есть Желающие Так Вы Пишите В Комментарии Пишите Дурчевы Я Тоже Я Сейчас У нас Уже Трое Кто Еще Желает Давайте Паблику Пишковской Области Какое Интересно Ее Можно Забрать В Коломну Ты Приносишь Круно Отдают Тебе Нитку Да Я Согласна Я Но Они Работают Она Уже Давно Но Она Еще Есть Ее Еще Не Разобрали На Куске Потому Что Это Свежая Информация Буквально Позавчерашняя Я Перепрессилась Человек Дайте Нам Контакты Пожалуйста Мы сейчас будем думать Где нам Как нам Это все Потому Что Это очень Нереально Это важно Это интересно И Это возможность Для фермеров Конечно Перерабатывать Нитку Это То Чего Мечтам Раза чего Мы открыли КПХ Чтобы Организовать Переработку Шерсти Чтобы Вот такие Мелкие Хозяйства Перестали Мучиться И париться И находили Сбыт По хорошей Цене Не по Закупке Потому Что Ну Спасибо Нашему Государству Оно Оно Нас Думает Но Оно Не даже На корма Дотаться Сейчас Я была В сельхозе С одной стороны Да Помогают Чем могут С другой Стороны На корма Дотаться Никаких Нет Ну Вот Кормить Как хочешь А Шерсть Честно Я даже Честно Не знаю Ценцев Ну Я точно Знаю Что Это Не Десять Тысяч Килов Ну Сто Процент Ну Сто Процент И Посему У меня Бизнес План Уже Созрел Да А у меня Такая Я хочу Фабрику Я хочу Фабрику Вот Ну Так что Мы Согласны Заводить Фабрику Вот Мы Сейчас Как раз Занимаемся Земелькой На которую Можно Было Поставить Эту Фабрику Вот Там Несколько Гектаров И Хорошо Было Да Даже Есть Корпуса Которые Устовы Корпусов Куда Можно Было Блокнуть Оборудование Немочек Бац Шерст Так Русский Кашемир Русский Махер Действительно От Русских Животных Они Просрадовцы Едят И так Да Вот Еще один Минюн Ванюк Это Мы думали Что Будет Младший Мальчик А За ним Отзяли Тихушники Родились Второй Раз За сезон Матери Родились Что Вообще Первый Раз Наш У нас Так Только что Нагулялись С козами Очень Заряжает Энергией Особенно Когда Козлы Прыгают На меня Прямо Это Чувствую Себя Женщина Когда Прыгает Ерунда А Мы Узнали Кто Такой Ухажер Между Впрочем Ну Ухажер Это Правда Это Мужчина Козел Читаем В нашем Случае Который Правильно Умет Обращаться С женщиной И На шоп Кладет Голову На шею И Причмокивает Ушко Следующая Серия Откуда Слово Мама Рассказывает Интересно Обязательно Приедем На следующую Серию Будем Очень Интересно С вами Настолько Позитивно Настолько Зарядились Вдохновением Даже Пришло Ощущением Счастья Ощущением Счастья Мы Хотим Подарить Наш Подарочек Вот Такую Сумку Спасибо Огромное А там Пить Чаек Еще И Кружечка Слушайте Это Все Что Нужно Керамиз Который Пасет Коз Я буду Ходить В поля За травкой С ней Он Волшебный Можно Мять Спасибо Спасибо Настя Большое Вам Все Я уже готова К следующему Разу В следующий раз Обязательно Будет Поэтому Подписывайтесь Ставьте Колокольчик Уведомления На следующей Наши Публикации Продолжение следует... Звучит Редактор субтитров Продолжение следует...